Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. РПА-Коннект. На озере Банном состоялась практическая конференция, посвященная цифровым технологиям. Серьезный разговор со зрителем. На сцене театра драмы состоялся показ спектакля Никиты Михалкова «12». Поэзия «Стального сердца» в библиотеке имени Дышаленковой подвели итоги творческого конкурса, посвященного 95-летию города. А сейчас об этих и других событиях более подробно. 95-летие Магнитогорска будут праздновать на протяжении месяца. Яркая и насыщенная программа расписана на все пятницы и выходные. Об этом говорили на Большом аппаратном совещании. Кроме того, вручили благодарности к юбилею города. А глава Сергей Берников получил уменьшенную копию Кубка Гагарина. Калейдоскоп событий грядет в Магнитогорске. Мероприятия, посвященные празднованию юбилея города, плавно перетекут в празднование Дня Металлурга. И будут проходить каждую пятницу и выходные в период с 28 июня по 21 июля. Начальник управления культуры Млада Кудрявцева подробно рассказала о всех праздниках, которые будут проходить в парке у Вечного огня. Так уже в эту пятницу состоится большой галок-концерт «Улица Горящих Фонарей». В субботу подготовлены концертно-развлекательная программа и дефиле военных оркестров. Кульминацией дефиле станет сводное выступление военных оркестров. Музыкальные композиции прозвучат одновременно на стартный звук. В 20 часов в акватории реки Урал начнется водное шоу «Флайбок». Праздничный вечер продолжится концертной программой солистов концертного объединения в исключении торжественного поздравления официальной комиссии. В 21 час хиты «Я русский» станет и другие известные композиции исполнит приглашенная звезда «Шаман». Ну а самым ярким зрелищем станет международный фестиваль фейерверков «Огни магнитки», который будет длиться на протяжении двух часов. В воскресенье стартует всероссийский рок-фестиваль «Арт-платформа». Хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. Именно хотелось нам сделать вот такой объемный праздник для людей, для народа, чтобы они по выходным дням, где-то и в будничные дни, в том числе и воздушные шары, они, конечно, вкрасят наши трудовые будни. Вот. Ну, погода. Да. Конечно, она, видимо, будет носить некоторые коррективы. Ну, в принципе, надо жить, я считаю, по девизу, у природы нет плохой погоды, нужно просто правильно одеться. То, что дождь идет, это хорошо. Он вчера шел, сегодня и завтра будут идти. Предпраздничные и праздничные дни. Потому что приметы, связанные с дождем, только хорошие. Урожай. Урожай. Если еще идет дождь, например, на свадьбу или юбилей, то говорят, что будет жизнь долгая и счастливая. Значит, и у нашего города будет жизнь долгая, счастливая и надежная. Потом дождь-то, ну, уже смывает все старое, ненужное, умывается город. Была на совещании большая торжественная часть. Выступая перед собравшимися, директор хоккейного клуба «Металлург» Алексей Жлоба сказал, что Кубок Гагарина, который команда взяла в этом году, заслуга не только игроков, тренеров и администрации клуба, но и всех болельщиков. И сегодня, вот опять, в канун 95-летия родного города, я хотел бы выразить от лица Кубкиного клуба «Металлург», от администрации, от себя лично, благодарность города Магитогорска за ту поддержку, которая нам помогла выиграть Кубок Гагарина в текущем сезоне. И в знак благодарности сегодня хотел бы вручить Сергею Николаевичу копию, оригинальную копию Кубка Гагарина, тем самым поздравить город, в том числе, с 95-летия. АПЛОДИСМЕНТЫ Череда поздравлений продолжилась. Благодарность выразили семье героя СВО Тимура и Манаева. Сергей Берников пожелал главе семейства скорейшего возвращения домой. В завершение грамоты к 95-летию города вручили сотрудникам администрации. Юлия Черешнева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИ. Продолжаем программу. С 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат инвестировал в цифровые решения почти 3 миллиарда рублей. Весомую часть цифрового портфеля предприятия составляет внедрение программных роботов. Об этом, а также о том, как сделать бизнес еще более эффективным, с помощью РПИ-речений говорили на пятой практической конференции, состоявшейся на озере Банном. Роботик-процесс-автомейшн – это технология, которая базируется не на классическом подходе с использованием программирования, а на применении программных роботов, которые взаимодействуют с пользовательским интерфейсом. На 1 января текущего года на ММК в промышленной эксплуатации находилось 288 роботизированных процессов. Фактический эффект от деятельности программных роботов с момента их внедрения составил 730 миллионов рублей. Роботизируем операции, которые связаны в большей степени с учетными функциями, с управленческими функциями, тем самым снижая, с одной стороны, повышая эффективность этих процессов и сглаживая ту проблему, которая сегодня существует на рынке трудовых ресурсов. Роботы позволяют нам эту проблему несколько снизить. На Магнитоборском металлургическом комбинате сегодня полным ходом идет цифровая трансформация. Предприятие внедряет лучший мировой опыт, а также разрабатывает собственные инновационные продукты. Продолжаем внедрять и развивать наших программных роботов, но появляются новые технологии, сегодня мы о них будем говорить, которые, в принципе, дополняют наши процессы, нашу программную роботизацию. Это так называемые технологии процесс майнинг, таск майнинг. То есть это такие технологии, которые позволяют исследовать бизнес-процессы и тем самым их совершенствовать. Еще одна важная тема, которая была затронута на конференции, как достичь наибольшего эффекта в тандеме человек и программный робот. Сейчас молодое поколение выбирает, во-первых, интересную работу, и роботы могут стать помощниками. Мы собираемся запустить Академию НЕКСТ, где для людей будет организовано обучение, то есть когда любой сотрудник может сам сделать простого робота, который будет являться помощником на своем рабочем месте. Разработкой РПИ-технологий в Магнитогорске вот уже шесть лет занимается Центр технологий роботизации НЕКСТ. С 2018 года специалисты Центра внедрили более тысячи роботов в различные бизнес-процессы Магнитогорского металлургического комбината и других заказчиков. И не собираются на этом останавливаться. Дальше мы уже, в принципе, обсуждаем создание некоторых цифровых подразделений сразу. То есть появляется какой-то бизнес-процесс новый, и мы сразу рассматриваем его с точки зрения создания там подразделения роботизированного, чтобы роботы делали ту самую неинтересную, рутинную работу, которую делает человек. И точно есть еще параллельные эксперименты, когда мы делаем умных роботов. То есть когда робот — это руки, а мозгом является искусственный интеллект. RPA Connect, организованная Магнитогорским металлургическим комбинатом, компанией ММК Информсервис и Центром НЕКСТ — это крупнейшая в России конференция для бизнеса, посвященная практическому применению программной роботизации и всему, что с этим связано. Это сообщество профессионалов и единомышленников, где приобретаются новые знания и черпается вдохновение для новых инновационных проектов. Галина Смирнова, Вячеслав Гусев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН За достойный труд — достойная награда. Разливщик стали, электростали плавильного цеха ММК Олег Шавернев был удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. У него 32 года непрерывного стажа, а за плечами богатый опыт работы не только в СПЦ, но и в кислородно-конвертерном цехе. А герои производства — следующий сюжет. Олег Шавернев попал на комбинат после окончания 13-го училища по специальности подручной Столивара «Разливщик стали». Азы огненной профессии начал постигать еще до армии в Мартеновском цехе, а потом пришел в кислородно-конвертерный цех. В 92-м году я оказался на ККЦ. Тогда только цех молодой был, еще только-только запустили. Ну, 12 лет отработал, а когда стали здесь сортовую запускать, предложили сюда. Вот перевелся, и с тех пор здесь, потом пятую запускали. Сейчас Олег Васильевич работает на пятой машине непрерывного литья заготовок. Именно здесь из жидкой стали готовят слябовую заготовку, которая затем идет в листопрокатные цехи. За 32 года непрерывного стажа Олег Васильевич освоил профессию разливщика до мельчайших подробностей. Он стоял у самого основания СПЦ, который в этом году отметил 20-летие. Очень сильно это все изменилось. Автоматики много, много оборудования нового. Если там еще в 90-е годы на ККЦ там все было вручную, то сейчас практически все в автомате. Мы просто следим за этим всем. Олег Шавернев пользуется у коллег заслуженным авторитетом. Он является опытным наставником. Многие его подопечные сейчас трудятся на руководящих должностях и всегда с благодарностью оценивают вклад Олега Васильевича в их становление. Познакомились в 2004 году. Я работал еще на старой разливке, разливка в изложнице. Олег Васильевич был на запуске сортовой МНЛЗ. Я пришел туда молодой, еще не знал, как разливать на сорте, как работать. Олег Васильевич подсказал, научил. Можно сказать, дал дорогу в жизнь. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, которой был удостоен Олег Шавернев в этом году, не единственная его награда. Аналогичную, но второй степень он получал еще в 2018-м. Такому признанию Металлург, несомненно, рад, но относится к нему по-философски. Я считаю, что это не моя заслуга коллективов, коллективов, в которых я работал. Здесь один в поле не воин, здесь один ничего не сделаешь. Просто люди попадались такие вот, я же говорю, тут особенные люди. Павел Брюсене, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Представители территориальных и участковых избирательных комиссий Магнитогорска в торжественной обстановке получили награды и благодарственные письма от председателя избирательной комиссии Челябинской области. Магнитогорцы получили высокую оценку за проделанную работу на прошедших в марте выборах президента. Избирательную кампанию по выборам президента России в 2024 году в Магнитогорске обеспечивали три территориальные комиссии, а также 188 участковых избирательных комиссий. В Лиинском районе их было 47, в Правобережном – 56, а в Орджоникизовском – 85. По итогам прошедших выборов Челябинская область продемонстрировала рекордную явку избирателей. Именно благодаря вашей работе Челябинская область достигла рекордного результата. Я даже не знаю, в истории получится ли еще повторить кому-то этот результат. По явке, наверное, вообще вряд ли. Ну, и по качеству, наверное, тоже. Евгений Голицын также отметил тот факт, что зачастую работникам избирательных комиссий приходилось непросто, но каждый справился с поставленной задачей. Всем вам хочется сказать большое спасибо. Сложная была история. Новый проект реализовывали, информу ИК. Холодно было. Члены участковых комиссий выходили, работали, планшеты отказывали, но находили варианты решения. И тот результат, это, я говорю еще раз, ваша работа, тех людей, которые работали рядом с вами. И сегодня у нас есть возможность поощрить за эту работу. В числе награжденных, как председатели, так и наиболее отличившиеся члены избирательных комиссий. Среди них и Дмитрий Кожевников. Уже более 20 лет Дмитрий участвует в голосованиях разного уровня, не только как избиратель, но и член комиссии. На выборах президента был участником выездной комиссии, обеспечивая маломобильных горожан возможностью отдать свой голос за кандидата на дому. Лично я работаю в выездной комиссии, всегда получаю только положительные отзывы, потому что я приезжаю непосредственно к людям, и они меня ждут, и, можно сказать, даже целый день сидят с открытыми дверьми, чтобы только мы приехали, и они смогли проголосовать. Для большинства собравшихся работа в избирательной кампании вовсе не работа, а, как они говорят, гражданский государственный долг, который они с честью несут. Подтверждение тому – внимание и благодарность со стороны областной избирательной комиссии. К слову, впереди у всех вновь горячая пора. Челябинская область готовится к выборам губернатора, а потому работы у членов комиссии предстоит немало. Настроение не пропало, тут позитивный настрой, жалоб, замечаний, чтобы на участках не было. Напомню, выборы губернатора пройдут 7 и 8 сентября этого года. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. К другим темам. Спустя 14 лет 12 разгневанных мужчин вновь в Магнитогорске на сцене театра драмы состоялся показ спектакля Никиты Михалкова «12». История присяжных, которые решают исход уголовного дела, а по факту – серьезный разговор со зрителем о свободе, сострадании и гражданском равнодушии. Как мы принимаем решение в жизни? Что есть справедливость и мораль? Вместе с магнитогорскими зрителями ответы на вопросы искала Елена Ткач. Два вечерних показа, три с половиной часа длиною каждый, полная посадка и звенящая тишина. Магнитогорский зритель каждую мизансцену спектакля Никиты Михалкова «12» кажется, проживал не дыша. Это стало самой большой наградой для известного режиссера и артистов театра. Аплодисменты можно купить, пригласив квакеров. Тишину и желание задуматься купить невозможно. Позже заметит Никита Сергеевич в разговоре с журналистами. А никто ничего не помнит. А нам все весело! Страна КВН-щиков, блядь! Весело в жизни! Смерть! Суновь и пожар! А почему вот это? Ахахахаха! Ахахахаха! А потому что Когда серьезно Вам страшно Каждая мизансцена Каждый шаг любого из актеров вправо, влево, встал, сел, прошел Он каждый продуман и прописан от начала до конца Но ощущение того, что это срежиссировано Его нет В общем-то Это и есть Определенная Одна из причин Почему мы чувствуем Эту энергию и тишину в зале Потому что У вас ощущение Что вы находитесь Среди нас Среди тех самых 12 присяжных Которые решают Исход уголовного дела А в действительности Размышляют о свободе И сострадании Постороннему человеку И каждый отвечает Себе на вопрос А как бы поступил я? Идея заключалась Именно в том Чтобы люди Сидящие В ложе Так сказать Директорской Или на галерке Имели возможность Найти В спектакле Что-то Что волнует Конкретно их Личные монологи Откровения Каждого присяжного Становились Кульминационными моментами А слоган спектакля Для всех И про каждого Зазвучал Как режиссерское Предвосхищение Реакции Зрителя Заметил глава города Сергей Берников В беседе с мэтром Российского кинематографа Отдельные слова Глубокой благодарности Никите Сергеевичу Что во-первых Он решил Возможным Побывать Со своим Прекрасным коллективом В нашем городе Но и мы Горды тем Что в общем-то К нам приехать не стыдно Мы с вами делаем все Чтобы и зритель наш Воспринимал это хорошо И артист Чувствовал себя уютно Ну и за город Нам с вами Тоже было приятно Добавим Что большие гастроли Спектакля 12 В Магнитогорске Проходили при поддержке Росконцерта И Министерства культуры Российской Федерации Это было сделать Достаточно сложно Я здесь хочу выразить Огромную благодарность Действительно И Министерству культуры Что включили Челябинск и Магнитогорск В рамках программы Больших гастролей И Росконцерту Ну и конечно Губернатору нашему Алексею Леонидовичу Текслеру Или Ирине Николаевну Текслер Администрации города Магнитогорск За то Что это сегодня получилось А вникающему И глубокому зрителю Магнитогорска Остается ждать Новых театральных историй Елена Ткач Виктор Исаев Аркадий Стариков Телекомпания ТВИН В Магнитогорске Состоялся творческий конкурс Поэзия стального сердца Посвященный 95-летию города В нем приняли участие Около ста человек Как детей Так и взрослых Накануне В библиотеке имени Дошаленковой Подвели итоги И наградили победителей Конкурс Поэзия стального сердца Был организован В рамках празднования Юбилея Магнитогорска Его цель Выявить талантливых авторов А также воспитать У горожан чувство Патриотизма К родному городу Администрация Арджоникидзевского района Инициатором Была этого конкурса В честь Юбилея нашего города 95-летия Мы предложили Библиотека Охотно поддержала Обратились мы К депутатскому корпусу Нашему МГСД По именно Арджоникидзевскому району Они тоже откликнулись В качестве подарков Призов Конкурсные заявки Оценивало жюри В состав которого Входили члены Союза писателей И заслуженные работники культуры Участники были разделены На три возрастные группы Младшие школьники Старшие школьники И взрослые У нас две номинации Основные Это видеоработы И стихотворения Есть видеоработы На стихотворения Любого российского автора И есть видеоработы На стихи собственного сочинения И также просто Стихи собственного сочинения О Магнитогорске Авторов лучших работ Торжественно наградили В зале библиотеки Имени Дышаленковой Одной из победительниц Стала Арина Турсукова Ей 12 лет Она увлекается поэзией Со второго класса На конкурс Она отправила видеоработу Где читает отрывок Из произведения Александра Титова Стальное сердце Родины Где рассказывается О подвиге магнитогорцев Во время Великой Отечественной войны И магнитки сказали Надо И магнитка сказала Есть Будут танки И будут снаряды У магнитки стальная честь У меня была и жалость То, что в годы войны Стояли у токарных станков Не мужчины Хотя они должны были стоять А женщины Что у нас город Производил Получается металл Отправлял это на войну Делали танки Снаряды Была и жалость И гордость За наш Магнитогорск Помимо победителей И призеров конкурсов Каждой из номинаций Также некоторых участников Наградили специальными дипломами Павел Друсенев Алексей Абашин Телекомпания ТВИМ В Магнитогорске Началась череда Выпускных балов Школьникам вручают аттестаты И провожают их Во взрослую жизнь Накануне во дворце Имени Сергея Джаникидзе Торжественно ярко И с ноткой грусти Прошел выпускной вечер Одиннадцатиклассников Академического лицея В этом году Учебное учреждение Дало путевку В жизнь Семидесяти одному Выпускнику В этом году Аттестаты с отличием И медали Первой и второй степеней За особые успехи В учении Получили 17 Выпускников Академического лицея Ребята полностью Подтвердили свои оценки Результатами ЕГЭ Планка В академическом лице Всегда высокая Все ученики умные Нужно держаться Чтобы тебя не исключили И чтобы ты Не скатился на тройке И планку я держала Высокую Всегда старалась Чуться на пятерке Получилось Мне в академическом лицея Встречались Очень хорошие учителя По всем летам Особенно по математике И у всего класса Достаточно хорошие результаты За ЕГЭ по математике Например у меня 100 баллов В лицея я пришла В десятом классе Потому что В нем было Направление Которое было мне интересно Это химико-биологический класс Я получила очень хорошую подготовку По всем моим профильным И непрофильным предметам Очень хорошую базу Поэтому я нисколько не сомневаюсь Что пойти в лицей Было правильным выбором Я закончила лицей Золотой медалью Заработала Высокий балл за ЕГЭ 100 баллов по русскому Получилось 97 по химии И 78 по математике В этом году Лицей провожает Во взрослую жизнь 71 выпускника Впереди ребят ждет Учеба в колледжах И вузах С будущей профессией Александр Тимошин Определился еще три года назад Молодой человек Хочет поступать в МГТУ На информационные технологии Говорит И город не отпускает И специальность интересная Сегодня, когда мы прощаемся С жизнью академического лица Я испытываю очень теплые чувства Мне очень нравились учителя Мне очень нравился мой класс Я буду поэтому скучать Целеустремленные, очаровательные И слегка взволнованные Юноши и девушки Прощаются с порой беззаботного детства И вступают в новый этап жизни Но признаются В памяти Обязательно сохранят Лучшие годы, проведенные в лицее В лицее все учителя уже родные Все поддерживали нас Перед экзаменами Все говорили нам напутственные слова И вот сегодня мы с ними прощаемся Это очень трогательно И я очень надеюсь, что не буду плакать Я чувствую волнение В груди, что детство закончилось Пора отправляться во взрослую жизнь Самостоятельную Без родителей Без какой-то опоры Как это было раньше Ну я думаю, я справлюсь Обращаются ребята Обращаются родители Особенно сейчас этот вопрос Очень актуален Что нужно учитывать Чтобы выбирать будущую профессию Вот я всегда рекомендую ребятам Знаете, профессии Мода на профессии меняется Но профессионалы остаются Востребованные всегда Поэтому станьте профессионалами В любимой вами отрасли И все у вас получится Татьяна Артенко, Виктор Исаев Телекомпания ТВИ И это все, о чем мы успели Рассказать вам сегодня О новых местных событиях В следующем выпуске Информационной программы Время местное Новости этого выпуска А также многое другое Вы найдете в наших группах В социальных сетях И на нашем сайте Впереди вас ждут полезная И коммерческая информация А также прогноз погоды На 29 июня Всего доброго И до встречи Редактор субтитров А.Семкин